запись запустил ну ничего страшного практически все подписаны кто не подписан очень просто заходите в youtube пишите sdg trade попадаете сразу на ячейку sdg trade там есть запись подписаться но перед этим надо зарегистрировать если не ошибаюсь нужно самому зарегистрироваться в youtube и к вам постоянно будут все там брифинги онлайн трейдинг и все вещи которые выкладываю и ребята выкладывают на нашем канале в youtube они автоматом к вам будут попадать то есть не нужно будет на форуме ничего искать они уже автоматом будут попадать к вам на канал самые последние обновления будете смотреть что советую уже не один раз говорил об этом на форуме вы должны понимать когда рынок хороший когда рынок плохой посмотрите запишите себе даты вот приблизительно с 25 июля 2011 года приблизительно там по 5 августа того же года посмотрите что значит нормальный рынок когда просто одно и то же нужно делать каждый день просто идеально работают дневки как одна то есть если одна показывает формацию 80 процентов исполнения данной информации утром там чуть ли не первым принтом можно туда заходить и все происходит очень просто то есть без каких-либо проблем то есть просто рынок ходит импульсивно сильно с объемом с точками входа и постоянно практически на протяжении всего дня единственное еще такое вот отличие серьезно это когда бывают такие волны когда он идет очень хорошо то есть такие вот во время обвалов очень часто бывают такие волны и как раз в это время делаются самые большие деньги этого времени надо просто дождаться то есть в тем в то время можно зарабатывать очень хорошие деньги на данный момент сейчас можно зарабатывать скажем так по крайней мере быть в положительных значениях по нету то есть по грозу нужно быть обязательно вот по нету конечно нужно стараться но это не проблема на самом деле если к этому нормально методично подойти еще раз говорю про ритм работы выберите себе необходимый ритм которым нужно на таком рынке работать не старайтесь в плохой рынок отдавать много энергии много сидеть то есть если вы видите что действительно акция прошла там к примеру сегодня с объемом поднявки полпоинта 60 центов и показывает точку входа там на продолжение к примеру либо отстоялась и начинает возвращаться тогда делать эту сделку если нет ждите другой то есть вот к примеру акция к м а я до каждый день она на research у меня она на листе стоит то есть тоже дневка не совсем понятно но акция начала три дня возвращаться сегодня не гэп down она упала вот она здесь отстоялась обратите внимание сейчас включу такой вот малый таймфрейм вот у нее база то есть от этой базы просто взял средняя получилось 45 начал проверять этом еще добавлял и все я сижу в ней до сих пор то есть уже достаточно долгое время сейчас уже хочу выйти из нее поэтому передвигаю стоп может быть немного неправильно но в любом случае уже позицию и желание покинуть поэтому буду сюда уходить она уже разгоняется когда идет ускорение тренда это признак развороту значит на сегодняшний день кто был в рынке кто видел вот неплохие точки входа неплохие информации неплохие акции сегодня они реально были значит lbs смотрим буквально сейчас быстренько просмотрим лбс какая точка именно интересует то есть время понял вот этот момент принципе таки думал да есть квизы но и лбс кто знает эту акцию от нее ожидать подобного можно это для нее вполне нормально для нее сквизы там пять центов это акция объемная то у нас лас-вегас самая одна из самых уникальных акций во время 2008 года сейчас включу более такой подробный таймфрейм так наверно манс ли включу да вот обратите внимание 2009 год февраль месяц март месяц все акции на лов находились лоу акции 1 доллар 38 центов то есть это у нас март месяц девятого года а вот у нас уже идет одиннадцатый месяц ноябрь у нас две две тысячи десятого то есть буквально полтора года проходит и акция стоит в процентном соотношении доллар 38 и 50 долларов сами посчитайте то есть это что касается уже стратегии в большей степени долгосрок средний срок но акция этим очень интересная очень плотная ходовая но честно говоря вот ее lbs также в секторе mgm я ее не очень люблю на данный момент что я могу вам посоветовать если кто торгует тут была очень длинная база пепел то есть я параллель похожая формация на км и в которой я сижу здесь меня стопом вынесла но вот я в нее вот здесь вот садился на данный момент и тоже было очень похоже на км и она вот выходила то есть если включить более малый таймфрейм обратите внимание вот она уже здесь выходила все таки тогда так да все таки по стопу меня все равно сбила вот здесь вот еще раз вы нас не только после этого сейчас выход вполне возможно сейчас эта акция будет спокойно себе выходить туда куда ее можно смотреть то есть тут потенциал минимум 30 центов на данный момент стоп я бы уже ставил сейчас 98 центов не больше то есть это в 10 центов влазит и я прогнозировал то что она выйдет бай стоп я говорил после 0 5 0 6 центов можно заходить так с воевая смотрим 1050 время пробой так вот он он тут в большей степени отбой был если это так все да ну с воевая правильная акция вил да но это в большей степени отбой здесь вот на чарте видно было уровень поддержки то есть очень неплохо вот она 1050 даже раньше от уровня можно заходить первые там 100 акций как видно что акция отходит пробивать можно добавлять то есть очень неплохо вот показывает смещение уровня поддержки вот еще одно смещение то есть тоже медленно спокойно акции немного прошла но она идет так сети групп что касаемо сети групп всех остальных банков это спекулятивные сектора они двигаются практически всегда но данный сектор они что любят и нефть и практически все комодитис весь финансовый сектор они любят либо активное состояние по индексу доу джонс они любят глобальные новости на них очень часто они двигаются то есть любят некоторый такой всплеск новостей некоторую панику эфории на рынке в таких вот состояниях они тогда очень активно однозначно будут двигаться но как правило они любят такие сильные дневные тренды их лучше торговать позиционно то есть при торговле финансового сектора и сектора energy то есть тот же комодитис ресурсного сектора нужно все-таки уметь торговать уже более позиционно и давать нормальный риска потому что это довольно таки активные сектора на данный момент city group 3715 можно было бы конечно брать но обратно же тут тут конечно не все так просто это тут очень даже тяжело объяснить в этой акции точки входа то есть тут подневки конечно идет трендап можно смотреть акции немного с гэпом вниз открылась на отрицательном фьючерсе они очень часто закрывают отрицательный фьючерс по рынку то есть рынок у нас пошел на возврат и здесь естественно тоже хороший ход пошел так WSM 3800 так WSM 30 вообще отличный момент это уровень поддержки у нас очень неплохо по тренду и подневки и по пятиминутки вот это как раз то что нужно искать продолжение тренда то очень отличная вещь сегодня будем делать общий ресерч я думаю мы не одну такую акцию видим поэтому на данный момент WSM конечно можно было бы смотреть она должна была бы быть даже на листе подневки видно растянутые свечи идут вчера закрылась практически в хай немножко откатилась под конец дня но сегодня вот вышла на new high вот это вот очень хороший признак был и оттолкнулась то есть после пробоя толкнулась и нашла уровень поддержки вот это однозначная точка входа тем более сделает акция против рынка когда рынок еще падал обратите внимание на индекс доу джонс помните да что на прошлый раз говорил по поводу индекса доу джонса он всегда должен быть у вас в голове как пятиминутка она должна у вас рисоваться а дневка всегда должны представлять где он находится индекс доу джонс или s&p 500 сами чарты то есть не нужно знать там а при определенные цифры да то есть по этим индексом именно для внутридневной торговли на наисе нужно просто иметь график в голове для того чтобы сравнивать с дневным чартом графика которую на данный момент рассматриваете в одну или в другую сторону что касаемо именно самого рынка то нужно знать цифры по сипе для того чтобы понимать что если происходит какой-то уровень акции тоже часто бывает идет совпадение уровней то есть тоже не могут пройти определенный уровень когда индекс не может пройти особенно s&p 500 то есть вы должны всегда изучать данные индексы и иметь этот график в голове так значит смотрим еще акцию значит wsm мы просмотрели и сейк это у нас уголь это у нас энерджи стак можете кстати его смотреть сейчас поднявки кто обратил внимание сейчас стилы вот такой вот сектор как x на посмотрите что не делают они тоже были в падении сейчас уже возвращается те же и тя и тоже трендом прошли сейчас очень многие те же химики начинают резко возвращаться то тоже обратите внимание видите да то есть одни на неюхай выходят который агрикал чирол другие просто выходят с падений то есть вот отстойчик был тоже акция вышла что касаемо самого сектора колл то есть это псс у нас эйси ай битте ю н.р. и многие другие они сейчас вот отстаивается от стоят таком отстойчики посмотрите 2 20 минутный график то есть вот рост немного отстаивается поднявки была на объеме свеча так называемый short squeeze немного акцию вернули я не думаю что будут его гнать еще ниже уже просто некуда ну как есть всегда куда на самом деле как мы знаем на фондовом рынке происходить может все что угодно безумие людей но безгранично но это уже на данный момент очень неплохой момент для того чтобы опять свечой выйти сделать такой же удар вверх тоже вот эти сектора которые вот движение сектора их не нужно отпускать примеру на брифинге вчера позавчера сбрасывали хорошую акцию фору тоже вот обратите внимание акция начинает только просматривайте когда общее делать ресерч обращать не только на растянутые свечи до сильные не только на уровне которые вот акция где-то в уровне четко отстаивается от какой-то раз рост 1 1 день на вероятность можно смотреть еще следующий день вот у меня подобная акция сей чем те тоже на была вот не пошла она да то есть она вот один день выстрелила на следующий день отстоялась на третий день я еще завтра я посмотрю если завтра никуда придет я с листа уберу но пока еще пускай будет хорошо с этими акциями закончили будем потихоньку делать отбор пока на вопрос ответьте который в прошлый раз мы просто рассмотрели методы отборов то есть какие у нас основные методы отбора то есть у нас мы перечислили два метода еще третий как дополнительные сказали но основных два у нас видео сегодня кто там разбирается с файлообменниками на файлообменник заброшу первую лекцию напишите просто название мы в прошлый раз два метода отбора мы по названием назвали просто напишите как они разделяются они выход объема имеется ввиду есть несколько методов отбора как можно отбирать акции для нашего листа то есть прошлый раз о чем я говорил прошлый раз я говорил о двух методах отбора говорил о общей выборке которую мы вместе сделали каждый раз ее на брифинге в принципе делаем вот она общая выборка наша так только надо один сигнал здесь еще убрать так и не ставим вот это наша общая выборка мы с этой выборка работаем разными методами вот совершенно верно общий ресерч и ресерч идет у нас по сигналам общие по сигналам самый верный ответ это у нас александр шустав был и также мы говорили по фильтрам можно отдельно если скажем лично я как фильтрами пользуюсь у меня есть мой портфель мой лист вот на данный момент вот он он небольшой я вчера все удалил потому что я не знаю вообще что происходит в рынке на данный момент не совсем понимаю меня через день то получается это не получается и я просто в такой момент когда ничего не понимаю что делаю полностью весь портфель удаляю начинаю все заново делать вот на данный момент он такой вот небольшой после того как мы сейчас с вами немного поработаем да он станет намного больше то есть мы сейчас отберем некоторые акции я сохраню именно этот портфель в отдельную в отдельный файл прямо сейчас это сделаю да значит общий ресерч и ресерч по сигналам то есть чем они в основном отличаются в прошлый раз говорил что не пытайтесь делать то что делают профессионалы вот прямо завтрашнего дня то есть придите к этому постепенно эволюционным методом то есть революцию делать не надо как говорит александр михайлович герчик владимир ильич ленун и уже был и наверное слава богу значит просто постепенно приучать к себя к определенному ритму работы и вы придете к тому что уже делает профессионал значит общий ресерч это просматривается вся выборка вот по моему фильтру то что я отобрал на из объем больше 300 тысяч исключил фонды выбрал только юс и только резидентов сша цена выше пяти долларов я получилось 991 акция вы можете себе выбрать от 5 до 50 я советую это многим изначально делать почему потому что в такой способ вы будете исключать акции у которых скажем так более повышенная ликвидность дело в том что когда акции до 50 долларов имеет проторгованный объем выше 300 тысяч это еще но более или менее неплохо но акции которые допустим торгуются 400 тысяч и они стоят 70 долларов это считается уже тонкая акция потому что там уже разница между бедами аферами спред может быть довольно таки широкий так смотрим значит сделали мы общую выборку общую выборку как правило советую вам сейчас делать начинать на выходных когда вас никто не будет отвлекать то есть найдите себе какое-то время эту всю все инструменты мы просто берем копируем я как правило от большего к меньшему или от меньшего большему фильтрую то есть на данный момент от меньшего к большему то есть те которые больше всего упали к тем которым больше всего выросли сразу сделаю так чтобы так секунду есть скопировал сейчас поставлю наш портфель удалю отсюда все акции пока не забыл параллельно будем технический анализ рассматривать тут просто нас дока у нас нету вот одна акция по нас даку сегодня тоже обратите внимание на дневку вот это те моменты которые нужно искать то есть если даже в первый день вы не попали в этот выход объема вот здесь хотя вы могли бы увидеть эту акцию проделав по определенным сигналом research в обед вы могли бы эту акцию найти и вот эту точку входа потом не не отпустить потому что здесь как раз она перед консолидация рейнджик образованный перед серьезным уровнем на дневке этот уровень либо будут сплавно пробивать либо будет пробивать импульсивно с объемом что здесь в принципе сделали вот вам точка входа которая стопроцентная подтвержденная по некоторым сигналом как по дневке так и по пятиминутке да буду немного медленнее я знаю что видео может немного опаздывать поэтому сейчас вот как раз график смотрю м и к его акцию тут есть рейнджик по цене от 39 71 до 39 91 то есть вот я как раз его сейчас рассматриваю и был после этого пробой обратите внимание на дневку которая здесь по 40 долларов 0 центов то есть как раз она перед ним отстоялась и происходит такой вот интересный пробой акция спокойно себе идет более чем 2 доллара на следующий день это у нас сегодня эту акцию ни в коем случае нельзя с листа никуда удалять мы смотрим за ней если вы видите что в первые полчаса когда на рынке очень большая активность особенно при фьючерсе минус 8 как было сегодня стак с такой вот формации с растянутой свечой на лонг который вышел на нью-хай сделал серьезное пробитие уровня начинает просто делать вверх-вниз движение на падение рынка и потихоньку подгибаться выше к нью-хай можете уже заранее заходить вот в таких вот местах в консолидации но когда вот эту консолидацию видите здесь уже нужно заходить очень хорошо и достаточно много и тут тоже очень классный пробойчик акция тоже идет очень много и очень импульсивно два дня я нас так не торгую к счастью или к сожалению но факт в том что сама идея можно посмотреть на эту акцию и это так называемые два дня то что акция должна быть на листе и два дня она может приносить деньги даже на таком рынке как сейчас значит из того что есть не буду много рассказывать здесь отсюда все я удалю и сейчас делаем заново значит основная цель общего research можете так себе написать написать два метода отбора первое это общий это идет просмотр всей выборки на финвизе который мы сделали на первом занятии основная цель это по вероятности предугадать предугадать движение на следующий день то есть бывают акции которые три два дня стоят еще ничего не пошли а потом на следующий день прошли три доллара вот мы как раз пытаемся такие вещи найти здесь основной упор идет здесь на дневку 5 минут к нам нужно для того чтобы более или менее проанализировать как эта акция может ходить когда у нее там в предыдущие дни был какой-либо объем то есть насколько она техничная с какого она сектора к примеру насколько она может плавно ходить и так далее но основной упор идет здесь на дневку сейчас мы как раз будем этим заниматься что касаемо по временным рамкам делается он как правило в такие дни как вчера когда рынок не ходит в эти дни торговать не нужно в эти дни нужно вот так вот сесть и медленно спокойно просмотреть 900 акций выбрать себе там из них 40 примеру поставить себе на лист и оставить это на завтрашний день завтра что вам остается после этого ресерча после ресерча остается вам выбрать акции которые сегодня по новостям имеют гэп и ап гэп и даун к примеру это как новостные акции они в в отдельном приоритете должны стоять то есть на утреннюю торговлю кто торгует и так далее на вечернюю когда они расторгуются могут дать неплохие точки входа а ваш вот этот вот портфель общий его нужно обработать для того чтобы по фьючерсу сегодня определить из всего всей этой выборки какие акции вам сегодня будут подходить то есть на какие акции вы будете выставлять сегодня приоритет принципе мы сейчас это будем делать может всю выборку мы не просмотрим а просто просмотрим саму идею как это делается что нам в принципе нужно так ему и ч можно ли предугадать что она так обвалится на дневке в принципе здесь довольно таки неплохой отстойчик но на данный момент по выходу объемом я бы ее больше смотрел бы на лонг она упала просто тупо по рынку по фьючерсу но не вернулась на возврат совершенно не пошла ее можно смотреть на завтрашний день вот данный момент я бы вряд ли предугадал бы то есть тут и уровень сопротивления был и уровень поддержки но такие размыты тяжело вот эту акцию я бы точно бы не предугадал что она так сделает вот после вот такой вот дневки когда была консолидация вот эту дневку бы я ждал бы вот здесь однозначно на листе бы я ее ждал бы вот эту консолидацию это у нас было приблизительно конец декабря начало февраля начало января и после первого выхода объема я бы это однозначно акцию смотрел бы потенциал смотрел бы как минимум до 26 25 эту акцию никуда бы не отпускал она вот следующие два дня прошла я не знаю был я там или не был в это время но вот эти вот несколько дней импульсивных однозначно об этом был так значит начинаем потихоньку рассматривать акции значит пока отобрали мы от большего к меньшему и начинаем просто составлять портфель на читал из джи это у нас щиппинг сектор наверное все знают еще раз по поводу пепел кто на данный момент еще параллельно может там держать какие-либо сделки обратите внимание вот уже четко держит фигуру я бы стоп здесь больше чем 99 не ставил есть момент на то что есть вероятность то что акция все-таки отсюда уже будет выходить потихоньку так с джи паровоз уже немного конечно ушел на шорт я бы эту акцию не рассматривал ее только недавно гнали в лонг весь сектор и фара у вас джи и дженки три акции которые находятся в одном секторе по алфавитному порядку в принципе можно проранжевать акции по алфавитному порядку но в этом нету скажем так разница я буду акцию называть в любом случае хотите буду сбрасывать сюда в чат то есть у вас опаздывает поэтому могу сбрасывать сбрасывать мне акцию в чат в комде не надо не понял буду акцию нужно называть обязательно английский алфавит вы должны все знать как произносится каждая буква значит с джи на данный момент в шорт бы я не рассматривал на продолжение может быть но уже не вижу никаких точек соприкосновения то есть дневка в принципе я уже упустили то есть фара намного лучше здесь был вариант то есть было видно уже сегодня разбирали и дженки мне даже больше нравится чем у и джи тоже здесь был некоторый уровень но она не так пошла как фру то намного красивее значит дилл и были сегодня точки входа потенциал у акции небольшой тоже разгоняли ее вверх но она такая вот одним днем выросла и одним днем все затянуло 5 минут ко мне нравится на так не очень акция достаточно ходовая дилл и и объем уже у нее потихоньку падает то есть честно говоря я по процент дневки понимаю что здесь поднялась волатильность был пробой некоторого уровня сейчас к этому уровню она подошла интересно будет эта акция только в том случае если она удержит цену 10 00 если расставлять приоритеты то эту акцию я параллельно себе вот помимо того что я здесь акции записываю в сортер так называемый да вот сюда в это окно я параллельно себе на отдельном листике записываю акцию и ставлю некоторый приоритет некоторые сигналы вопрос пепел кто-нибудь зашел или не зашел ребята пока ты вот татьяна задала вопрос смотрите сейчас пройдем еще хотя бы два занятия много вещей будут более понятны то есть сейчас много вопросов будет отпадать сами собой то есть сейчас будем технический анализ разбирать и вот общий ресерч и расставление приоритетов на данный момент только что параллельно следили за акцией пепел то есть я говорил о том что она выйдет у меня спас топу сбила посмотрите вот уже четко держала смотрите с тем риском который можно было здесь взять вот вам пожалуйста практически 30 центов вот это моментум был но моментум я бы взял бы на если бы купил бы примеру 400 акций 200 акций я бы где-то там зафиксировал бы центов 25 забрал бы да а остальное я бы сидел бы с предыдущим стопом потенциал здесь большой поднивки есть куда возвращаться эту акцию я бы оставил бы так значит смотрим D.O.L.E. уровень здесь десяточка была уровень сопротивления сейчас интересно если она будет сейчас как уровень поддержки держать 10.00 приоритет я бы не очень бы такой большой бы этой акции значение придавал бы я бы посмотрел бы ее максимум 1-2 дня если бы она ничего там не делала особенно десятку бы не держал я бы отсюда выбросил параллельно я записываю себе эту акцию в блокнотике и пишу рядом с ней цену 10.00 вы можете параллельно завести себе excel файл можем в принципе сейчас вместе это сделать и тут будем писать определенный сигнал то есть к примеру цена там 10.00 поддержка советую вот эти все вещи для того чтобы у вас было немного шаблон excel файла для домашки в принципе мы его сейчас создадим то есть давайте сбрасывайте я посмотрю его обязательно сейчас мне тогда в алекс тогда сбрось мне его в skype я сейчас его сохраню обязательно посмотрю на следующий раз тогда может им будем и пользоваться это скажем так образно это можно привести мне допустим легче работать да эту акцию я бы рассматривал бы только в лонгшорт она мне была бы не интересная потенциала вообще не понимаю в шорт то есть мне сама идея да то есть сама идея в чем заключается все спасибо файл принял я вообще не люблю работать с excel файлом он немного для другого предназначен на самом деле то есть есть определенные моменты где excel уже был бы незаменим почему я люблю допустим блокнот потому что на блокноте я могу не написать там цена 10.00 поддержка а я могу написать цена там 10.00 и пометить определенным значком грубо говоря могу нарисовать там маленький график и внизу линию подчеркивания нарисовать да то есть могу себе визуальный сигнал дать что конкретно смотрю то есть уровень поддержки уровень сопротивления этим всем вещам можно придумать определенные значки которые можно нарисовать намного быстрее чем написать слово поддержка и так далее поэтому нам нужно просто этот файл вот данный то есть только для того чтобы понять самую суть что мы делаем то есть мы просто пометили акцию что нас интересует делал и цена 10.00 поддержка то есть в том случае если на эту поддержку будет здесь держать тогда она будет нам интересно если держать не будет то в принципе мне эта акция интересно не будет то есть она уже сходила получается она уже в лонг сходила импульсивно точки входа практически не дала и и в шорт сходила дала точку входа но потом бы выбила какая то вот свеча потенциал очень большой движение очень маленькая можете по сохранять себе файлы вот александр сбросил в чат наш файл можете принять обязательно просмотрю на следующий раз может возьмем в разработку так но это к примеру это просто показывает то что я пишу себе в блокнотике те акции которые наблюдаю потом за ними просто смотрю в течение дня далее бить ее это у нас уголь вот дневка здесь было конечно интересно 300 уголь уже долгое уже долгое время сливали последнее время сегодня вот вы сбрасывали айси битю это тоже у нас уголь нашли уже здесь уровень поддержки можно было ожидать то что отскок здесь будет вот первый день отскочил в тот же день и айси айси вот смотрите движение сектора 3 15 включаем акцию айси айси вот у нас 3 15 такое же движение и здесь происходит акция вроде бы и на него в этот день вышла и все-таки сделала неплохой отскок это движение сектора здесь тоже нужно искать где акция будет находить свои уровни и пока на данный момент я неижу в ней то что будет какое-то сильное движение нужно чтобы или доллар начал немного просидать ниже на данный момент пока тенденция идет к тому что доллар у как ни странно но он становится сильнее . или же должно привести каким-то способом к движению фьючерса на нефть очень часто по этому фьючер� тоже у нас идет в refresh на данный момент я не предполагаю что здесь будет это движение и технически пока не вижу то есть вот вот уровня где то нажм 반 ждать но вам бы просто надоело бы ждать то есть вы бы этот момент тяжелый то есть я бы не разобрался бы я бы не нашел бы не уследил бы сегодня тоже акция вроде бы упала и точки входа я здесь толком не вижу вроде бы поддержала вот ценовую фигуру но без потенциала без движения далее си а и на дневке видно здесь акция отстаивалась после серьезного гэпа вот в этот бы день 16 числа акция которая в хай закрылась я бы однозначно бы ее смотрел бы и этот бы день скорее всего не пропустил бы если бы делал бы общий research его последнее время не так плотно делал поэтому эту акцию я не видел но это движение предугадать можно было бы второй день на третий день уже по фьючерс она упала вниз никуда она не пошла так закрепление уровня идея это наверное по той еще акции немного начать смотрел не туда пропустил вопрос так понимаю это в подиа ул и еще вопрос акции то есть на следующий день можно было бы вот как примеру да на чарте здесь видно растянутая свеча с выходом объема закрывается она в хай на эти свечи всегда обращайте внимание особенно если это первый день в допустим до того как вот эта свеча была эту акцию предугадать практически нереально вы же не будете весь этот раньше следить именно и ждать только этого дня когда здесь будет этот прострел предпосылок здесь не было можно было бы ждать сильного фьючерса и по сильному фьючерсу вероятность всегда есть что акция все-таки наверх стрельнет но это именно в этой акции нужно быть это нужно как бы долго эту акцию следить выслеживать скорее всего вам бы она надоела и с листа бы она удалилась бы так очень часто пропадает большое количество движений но что я могу сказать по этому поводу ни в коем случае не нужно переживать такое было есть и будет в когда вы будете находиться в хорошей форме вас такие акции будут чаще попадать которые вы будете там дожидаться вы будете чувствовать когда-нибудь выходить уже чувствовать рынок чувствовать акции но в большинстве случаев конечно будете пропускать но это есть нормально все движения здесь поймать очень тяжело смотрите что вообще психологически вот у нас идет растянутая зеленая свеча либо растянутая красная свеча которая практически без теней открывается в лоу закрывается в хай это для зеленой свечи и наоборот для красной свечи психологически просто вот что означает данная свеча учитесь понимать дневку и 5 минутку то есть саму идею что означает психологически что произошло на чарте что эта свеча говорит о чем о чем говорит допустим перед этим свеча так называемая доджи и о чем говорит растянутая вот вот эта свеча просто психологически абсолютное преобладание совершенно верно то есть а выход объемы о чем говорит при этом всем повышение объема то что я реально брали совершенно верно но нас интересует кто мы в рынке как внутридневные трейдеры должны быть ближе к профессионалам не имеется ввиду там самими должны быть профессионалами это само собой мы должны понимать как работает институциональный инвестор как работают банковские трейдеры как работают трейдеры фонда как они закупают акцию как они ее ведут как они разводят толпу то есть в данном случае показывает выход объема в том что здесь была не бездумная толпа это все дело как правило это дело 1 2 или там три или четыре институционала акция на либо на какой-то новости либо по техническим причинам либо по конъюнктуре рынка неважно ее кто-то закупил институционал толпа как правило покупают уже на самых верхах очень хаотично очень разбросано и очень непонятным способом влияет на акцию когда институционал работает он акцию ведет и делает это красиво и четко потому что у меня другого выбора он работает объемом то есть выход объема к нам нам как правило говорит что это целенаправленный капитал капитал который идет не от большинства нет бездумной толпы а от профессионалов от большого капитала то что действительно влияет на акцию то есть мы так должны понимать воспринимать объем растянутая свеча это абсолютное преобладание психологически это говорит о том что в данный момент времени в данном случае мы видим дневку было явное преобладание беда над оффером ведет акцию это выражение говорит о том что у акции при ее ходе при ее характере хода есть смысл у консолидации у отката у рейнджа у него есть смысл консолидация как правило это идет накопление позиции range это как правило идет накопление позиции откат это как правило покупатель отпускает покупку для того чтобы все подумали что это конец движения начали шортать а потом он просто-напросто берет обратно начинает покупать и перекупает позиции шортовиков и тех людей которые выходят из акции то есть у каждого действия на фондовом рынке если это действие само по себе есть действительно там не шума действительно что-то там происходит в нем есть психологический смысл вот ведет акцию это говорит о том что акция идет со смыслом и и кто-то ведет то есть там кто-то со смыслом что-либо делает если в акции ничего нету это называется шум в акции вот нам нужно уметь понимать графики вообще психологически что там происходит нужно понимать формации что конкретно происходит для того чтобы мы могли предугадывать данные идеи вот то что у нас было к примеру в пепел да кто сел только что вопрос у нас до один человек написал один трейдер написал что зашел какая была точка входа и какая была точка выхода вот при вот этом действие вот пепел 30 центов стрельнула и затянула обратно фигуру точка входа точка выхода то есть я грубо говоря как на демки до сказал что я сделал я бы брал бы ближе к фигуре и выходил бы ближе к 25 половиной позиции половину позицию по предыдущему стопу по 99 центов я бы оставлял бы стоп не выходили я понял то есть вы взяли на всю позицию позиционно каким объемом сидите 100 акций все ясно еще раз говорю почему в данном случае здесь ограниченный риск можно было бы заходить сразу 200 акций я расскажу где можно заходить сразу а где можно где нужно заходить только постепенно нет смысла выходить но как сказать смотря что вы делаете вы торгуете более позиционно торгуете идею подневки volume spike разворот и возврат движения первый день сейчас многие акции так делают по тенденции рынка или же вы торгуете моментом просто вот в данный момент сразу же разбираем технический анализ здесь идет серьезная такая консолидация со сквизами с выносами с войной скажем так смысл консолидации задаю загадку вопрос есть короткая консолидация есть длинная консолидация да как правило если идет консолидация длинная почему по теории движение будет сильнее движение будет импульсивней и дольше совершенно верно повышается интерес чем длиннее консолидация когда что такое консолидация это скопление покупателя продавца и толпы в определенном узком диапазоне кто-то лонгает кто-то шорта и кто-то в любом случае выход из этой консолидации будет и поэтому когда одна из сторон начинает побеждать она начинает вытеснять другую сторону другая сторона начинает выходить стопами кто-то выходит минус пять центов кто-то выходит минус 10 центов кто-то пересиживает 50 центов потом выходит минус 50 центов неважно начинают выдавливать кто-то торгует позиционно у того стопы более широкие то моментом у того стопы более короткие и поэтому движение при длинной консолидации как правило будет как бы больше длиннее то есть на данный момент мы должны понимать когда мы делаем сделку что мы будем торговать мы мы вот смотрим на данную позицию до разбираем ее психологически зашло много в лонг зашло много в шорт то есть консолидация серьезно мне похоже данная ситуация на скажем так серьезное накопление мне кажется поднявки уже могут даже сегодня ее возвращать не сегодня так завтра я ее с листа не отпущу могут конечно и в шорт добираться но все-таки думаю что в лонг моя идея на лонг но для того чтобы себя перестраховать и позиция не было в отрицательных значениях я половину закрыл бы на моментами просто вот моментом стрельнул это просто выдавили тех шортовиков которые тоже торговали моментом но на шорт их выдавили и покупатель он никуда не спешит если он хочет набрать очень большую позицию он будет разводить до последнего он будет движение вот эту консолидацию держать до последнего до тех пор пока ему будут продавать когда продавец уже поймет что там действительно кто-то крупный он начнет капитулировать тогда уже начнется движение так начнется так называемый short squeeze тогда будет уже такое движение более позиционно то есть в данном случае юрий просто в данном момент смотрит более и позиционно то есть можно и так то есть пока можно смотреть 0 9 конечно цена не очень но скажем если позиционно и смотреть то это вполне нормально то есть потенциал у нее действительно есть почему у меня идея на лонг акция вышла на нью-лоу сейчас очень часто с нью-лоу начинает акцию возвращать это сугубо по тенденциям рынка рынок у нас сейчас бычи сейчас если посмотреть многие акции которые выходят на нью-лоу они очень хорошо очень серьезно их начинают возвращать исходя из того что я видел за последнее время за последний месяц на рынке у меня данная дневка либо на продаже либо налон так как здесь уже организовали уровень поддержки и внизу и не пускают это видно повод этим сквизом повод этим уровнем мне кажется здесь уже начинается накопление по крайней мере здесь однозначно есть и институционал которые эту акцию уже начинают накапливать и однозначно здесь есть еще институционал который еще до сих пор эту акцию продает но кто-то из них должен победить то есть я принял сторону ланга то есть меня в принципе по стопу выбросила потому что стоп я давал коротенький очень вот меня в этом сквизе мне даже вот здесь меня выбросила но я бы не пережил бы второй сквиз потому что я бы больше чем 10 центов здесь риск бы не давал бы и все-таки вышло я здесь достаточно таким немалым объемом сидела тут 1200 акций сидел поэтому много риска я уже давать не хотел я могу быть неправ насчет ланга но я точно такую же позицию приблизительно на тот момент она была очень похожа брал вот в лонг вот здесь то есть тут меня тоже уже по стопу однозначно сбросила да по стопу меня сбросила я уже без позиции так немного технический анализ разобрали смотрим акции дальше далее кей энди дневка был лонг сегодня short по фьючерсу не понимаю то здесь не интересно дженки аналогично акцию гнали выше вместе с фро и и с джи сегодня первый день short 5 минутка не нравится уровня близко не вижу было бы возле 6 долларов еще где-нибудь на лист бы себе поставил бы так не вижу смысла н.р девка очень интересная это уголь за углем я слежу за всем сектором не отдельно за взятой акцией тут тоже есть очень серьезная база на дневном чарте не так далеко на данный момент так от этой базы находится приблизительно 1580 сейчас 1640 то есть акция не так далеко ушла от этой базы поэтому можно наблюдать то есть если акция подойдет к этой цене на блокнот блокнотике можно себе записать что акция будет интересно но это уже если расставлять приоритеты мы пока все в общий портфель сбрасываем потом мы будем просматривать и делать research конкретно по портфелю мы будем уже расставлять приоритеты то есть на данный момент можно ее выписать в файле я бы написал блокноте айнар так айнар цена нас бы интересовало бы сколько 1580 и саппорт пока я бы где-то там далеко бы запрятал бы просто иногда просматривал я постоянно уголь просматриваю все энерджи поэтому я бы ее в принципе не упустил бы я знал что в этой акции есть хорошая база в принципе убить ее она тоже есть у и ся она тоже там есть то есть практически у всех этих акций она есть далее с фай сегодня интересная точка входа была технически сразу же как только я увижу какую-то акцию хорошую по техническому анализу и сразу же буду вам говорить почему она хорошая значит обратите внимание акция c5 дневка здесь я пока не понимаю что вообще происходит то есть поднять я бы однозначно и бы не отбирал это акция на лист бы мне скорее всего бы не попало бы но если бы по каким-то причинам не попала бы акции на лист я бы ее рассмотрел бы вообще на шорт или на лонг и она пошла в другую сторону то есть неважно идея до сама по себе в теории работает очень хорошо если у акции идет самого утра шорт такой спокойный динамичный спокойный ее желательно рассматривать только на продолжение если мы смотрим акцию в шорт на продолжение что нас будет больше интересовать уровень поддержки или уровень сопротивления это вопрос задаю уровень сопротивления у кого есть другие идеи все все единогласно говорят сопротивление совершенно верно почему следующий вопрос почему стоп короткий может быть стоп может быть не короткий не в этом дело факт в том что вы конкретно видите что стоп есть тут сразу несколько может быть правильного ответа первое что здесь необходимо у вас видео будет этого занятия однозначно кстати дублируйте себя обязательно видео на всякий случай потому что бывает иногда происходят неприятные моменты смотрите первое первый плюс допустим уровня сопротивления при нисходящей тенденции первый плюс заключается в том что александр вот ответил потому что нашла вниз и мы смотрим акцию на продолжение по теории не торгуйте развороты из десяти раз два раза будет разворот 8 раз скорее всего будет приблизительно по статистике вернее два раза будет разворот 8 раз будет скорее всего продолжение движения то есть находитесь по вероятности в нужной стороне всегда есть на рынке исключения то есть январь февраль месяц очень неплохо работали и ее образные и v-образные развороты на лонг то есть когда акция падала очень хорошо разворот или работали развороты на лонг ним нельзя привыкать это было такое состояние рынка рынок был бычи поэтому такие развороты хорошо работали то есть сейчас уже идет небольшая перемена рынка рынок все-таки бычи больше похож уже на тренд но все-таки уже и шарты хорошо идут и лонги хорошо идут и как правило очень неплохо работают развороты только одной формации это вот подобные развороты как в ппо это уже нельзя назвать разворот просто акция упала отстоялась показала консолидацию уровень поддержки отсюда вышло км и вот как такового даже тренда не было был гэп акция отстоялась показала уровень поддержки и отсюда пошла на закрытие гэпа вот такие развороты я еще понимаю торговать к примеру у нас идет тренд вниз да то есть акция шортается вот к примеру сегодня возьмем я сегодня еще сидел в акции селф вот тоже акция в начале в шорт прошла вниз до потом далее она показала базочку треугольник вышла вверх и к примеру представим что здесь акция пошла еще дальше то есть по тренду то есть основной тренд у нас в шорт был представим что это было серьезное движение в шорт то есть не было просто движение в шорт это уже пошел контр тренд и когда мы видим что по контр тренду начинают тоже показываться уровень поддержки его можно брать на продолжение такие развороты модели до в которой который включает себя элемент продолжения их торговать можно либо тогда когда акция хорошо отстоится пока покажет уровень либо консолидацию либо сильную базу и так далее такие развороты еще работают но как правило как правило торгуйте в большей степени продолжение тренда торгуйте возврат с откатов выход далее на new high выход на консолидацию если она снизу вверх заходила как правило вверх будет выходить и так далее торгуйте в большей степени продолжения вот это первое почему у нас уровень сопротивления при нисходящей тенденции будет хорош он будет показывать нам уровень сопротивления за который мы поставим наш стоп то есть второй момент это то что мы знаем точно где будет стоять стоп мы за самый high squeeze то есть вот у нас high squeeze 0 2 цента 0 3 цента можно ставить стоп если . вас 99 98 центов я даже советую стать 0 6 но не на весь объем на какую-то часть то есть но в любом случае это очень классный момент когда идет по нисходящей тенденции уровень сопротивления сразу же говорю о таком скажем так понять его мало кто использует то это статика динамика да то есть что такое статический бид или offer и что такое динамический бит или offer вот когда мы видим уровень сопротивления как правило мы видим какую-то конкретную цифру либо скрытую либо большой лот которую мы не можем пробить, т.е. к примеру в данном случае уровень сопротивления это у нас статический offer либо там скрытая какая-то цифра будет либо 5 стоит в которую бьют она не не уменьшается либо 1 которая не исчезает в нее бьют это называется статическая цифра то есть там есть какая-то концентрация продаж лимит заявок на продажу вот чем удобен уровень сопротивления и статическая цифра потому что мы за нее можем стоп поставить что такое динамическая цифра когда допустим мы здесь будем акцию рассматривать на лонг вот в данный момент вот в данный момент вот здесь до откат был до скольки до 70 центов то есть тут динамический бит стоит если мы будем брать пробой в статическую цифру которую разбивают мы просто-напросто не знаем куда поставить стоп и как правило люди пересиживают вот такие вот минуса акция потом обратно возвращается если она еще и пробивает уровень сопротивления идет выше и человек на этом зарабатывает деньги к примеру зашел по 32 00 акция ушла к 71 доллару потом подошла сюда показала ему опять ноль по центам до пробила и показала и он еще полпоинта на этом сделал это хорошо или плохо чем это плохо с психологией будем много говорить о психологии то есть мы учимся понимать рынок и учимся его разбирать по частям у нас есть два объекта первый объект это контроль рынка самого контроль акций понимание их и второй момент это наше состояние наша психология и правильные установки в рынке во первых это непонятно во вторых какую она создает человеку какой создает человеку стереотип это уже результат несколько раз пройдет потом хорошо накажет человеку дает стереотип того что такая вот иллюзия то что так делать можно если человек еще при этом зарабатывает деньги а я могу сказать что при стратегии к примеру пересиживания у вас будет намного меньше сделок отрицательных чем если вы будете придерживаться стопов и точек входа я вам сто процентов говорю при пересиживании сделок отрицательных будет меньше но зато когда они будут то они будут до такой степени не контролируем мы до такой степени будут уничтожать статистику что надо понять что эта штука все-таки вас убьет я сам через это все проходил я на второй год своего трейдинга занимался стратегия в ридал в один момент очень плохо все закончилось практически фатально для карьеры трейдинг я попал в акцию которую не возвращалась где 10 долларов то есть на 10 долларов падала я усреднялся против нее во время 2000 начала 2009 года то есть мало того что человек делаю выбрал неверный путь развития в трейдинге до пересиживания то есть не закрытие что такое не закрытие вообще позиции вот есть у нас два скажем так два синдрома таких серьезных что значит усреднялась акция падает на доллар я теряю на 100 акции 100 долларов я покупаю еще 100 акции я уже теряю 50 центов теряюсь те же 100 долларов но точка входа сместилась именно на 50 центов ниже она падает еще 50 центов я еще усредняюсь таким способом моя точка входа все время идет ниже на и если акция вдруг вернется то я уже буду сидеть объемом хорошим и не самого начала до скажем так это стратегия она тоже имеет место быть но только при совершенно других условиях то есть я могу рассказать об этом если это вам нужно но не сейчас когда мы будем говорить о стратегиях в большей степени да я могу вам рассказать когда эта штука хорошо работает как ее можно использовать и при какой ситуации ее лучше использовать есть у нас два синдрома основных первое это человек не может закрыть сделку которая идет в минус и второе это человек не может высидеть прибыль которая акция идет в плюс от каких эмоций данные вещи зависят пересиживание от чего зависит не закрытие минуса это эмоция состояние мы все в нем перебываем то есть это идет от страха совершенно верно от жадности это другое от жадности это как раз идет когда мы плюсы забираем нам показывает к примеру 20 центов откатывается на плюс 15 и мы думаем о ее мое только что показывал 20 сейчас уже показывает 15 надо забирать деньги вот у меня км и да вот сделка по 45 центов сел по 43 цента сделку закрыл стоп стал по 83 цента на самом деле стоп должен был бы стоять по 74 на какую-то часть потом будем попозже говорить о риск менеджменте маны менеджменте и поподробнее о психологии дело в том что страх жадность у нас будут всегда то есть вот как сколько бы вы трейдингом не занимались не рассчитывайте на то что они у вас исчезнут в любом случае они у вас будут то есть не переживайте от этого вы никуда не денетесь страх это нормальная вещь но в умеренных количествах его нужно уметь контролировать и нужно знать свой порог особенно для трейдинга страх это та вещь которая есть у животного есть у нас нужен нам для инстинкта самосохранения и ни в коем случае его как бы полностью убирать у себя нельзя то есть его можно тренировать его можно тренировать держать под контролем но полностью убирать его не никакими препаратами никакими там я не знаю вещами другими не стоит то есть это нормальная вещь его просто нужно тренировать и спортсмены очень хорошо об этом знаю то есть в профессиональном спорте это очень хорошая практика психологические тренинги психологический настрой от этого зависит больше чем пятьдесят процентов успеха почему потому что тренируются спортсмены все там есть очень серьезная конкуренция точно такая же как и в трейдинге трейдинг это на самом деле тоже спорт то есть насколько вы натренированы настолько вы и подготовлены к рынку поэтому можно бороться это только не за некоторыми способами если вы действительно не можете как бы закрывать сделку в минусах да как правило это из-за того что вы заходите изначально не знаю где у вас должен стать стоп если вы изначально не знаете значит вы графически этого просто не видите торгуете те формации где вы будете знать не торгуете изначально вот мне очень часто пишут это самое по поводу импульсного трейдинга я немножко перестал его записывать а тот трейдинг который вот сейчас вы заходили конференция сидел в позиции кема это уже был технический трейдинг я его к сожалению не могу записывать почему потому что он может длиться мне на протяжении всего дня могу сидеть потом раз увидеть там делать research увидеть позицию сделать сделку то есть это отследить очень тяжело у меня видео были бы по четыре часа что касаемо вот импульса да и всех остальных не старайтесь торговать изначально импульсный трейдинг попозже объясню почему потому что вам начали нужно выработать систему и разработать выработать систему в первую очередь вашего состояния помимо понимания рынка то есть это вот основные вещи импульсы вы там точки выхода по принтом по котировкам быстро сразу не научитесь это все искать однозначно изначально будут это определенные потери то есть вообще когда новую стратегию будете любую пробовать изначально будут потери значит что касаемо страха торгуете сейчас только те аформации где вы конкретно видите где можно поставить стоп тогда вы будете заходить в позицию сразу ставить стоп таким способом только можно перебороть страх второй момент когда вы торгуете на 100 акций на 200 вы можете взять и 200 акций в не будете бояться даже без топа будете выходить будете заходить 500 будете не выходить у кого есть такая проблема кто при повышении объема меняется психология вот в трейдинге отношения к позиции не заходите больше чем 200 акций я не рекомендую торговать меньше чем 200 акций но изначально пока у вас не выработана система не выработана система не торгуете больше чем 200 300 акций большой объем вам пока не нужен пока не выработана система нечего двигаться в повышении объема когда у вас идет положительная статистика для чего нужно повышать объем для того чтобы Если 100 акций не страшно, 200 уже немного страшновато, посидите 500 акций, вам 300 уже не будет страшно быть. То есть тоже нужно тренировкой, тренировать психику на большие потери. Потому что когда вам на 100 акций показывает минус 10 центов, это минус 10 долларов. Вы готовы принять такой убыток. Когда вам показывают на 500 акций минус 10 долларов, вас может заклинить 50 долларов, вы просто можете с этим не смириться. Отсюда начинаются пересиды. Пересиды искореняете сразу из своей стратегии. Полностью, если у кого они есть. Сразу же себе напишите, пересиду нет. И торгуйте акции, где вы четко видите, где можно поставить стоп. Только так можно себе это, скажем так, в свою культуру трейдинга это внедрить. Значит, по поводу выхожу очень рано. Это как раз жадность. Каким способом можно ее избегать? Сегодня уже об этом говорил. На примере не говорил, что это именно для этого делается. Это делается, как правило, можно убивать сразу двух зайцев в рынке. К примеру, тот же ППО сегодня об этом говорил. То есть, тут можно убивать сразу двух зайцев. Первый объект это рынок. Можно таким способом немного обхитрить. Обхитрить, да, но скорее в рынок вообще обхитрить нельзя. Неправильное выражение я сказал. Но в данном случае можно поступить просто хитро. То есть, вот так можно сказать. И второй объект. Мы можем немного удовлетворить свое, как бы, свои негативные качества. Там, жадность чрезмерную и так далее. Мы просто можем здесь часть сбросить и таким способом себя успокоить. Все, вот часть сбросил и у меня уже сделка не в отрицательных значениях. Я уже там сидел 400 акций, 225 центов забрал, заработал 50 долларов. А второй даже если по стопу собьет, то вместе с комиссией 30 долларов я уже заработаю. Скажем так. То есть, таким способом можно себе немножечко помогать. То есть, помогать, перебороть свою, скажем так, не перебороть, а отконтролировать свою жадность. Новичкам тоже 200 акций торговать. Вопрос. Я считаю, что да. Я считаю, что да. Но только конкретно нужно знать, где можно зайти 200 акций. А где нельзя. Вот в таких ситуациях, как PPO, когда уже четко держат базу, можно заходить. Но перед этим, если бы вы заходили, вынесло бы стопом. Притом больно, потому что акция довольно-таки тонковатая. Там при пробое отходил покупатель. Могла немного наказать. Значит, что касаемо данной ситуации. Первое, что мы здесь. Объект рынок и объект мы. То есть, наше эмоциональное состояние. С помощью объект рынок мы просто-напросто здесь 200 акций оставляем на позиционную торговлю. То есть, на более такую глобальную идею возврат по дневке, возврат по внутри дня и так далее. И мы можем высидеть, скажем так, действительно, если события будут разворачиваться по нашей идее. И второе, это мы просто взяли моментум, мы просто взяли вынос шартистов, их вынесли, они попокрывались и мы в них тоже закрыли свои сделки. Тогда, когда они откупали свои позиции. То есть, таким способом мы перенесли многие риски. Вот что происходит дальше, как видите. То есть, она стреляет, то есть, есть вероятность, что она все-таки пойдет и по основной идее, то что все-таки акцию будут набирать. Значит, такие вот небольшие психологические моменты, но я так понимаю, что со мной согласитесь, что они немаловажные. То есть, технический анализ нужно понимать очень глубоко. И поэтому очень глубоко мы его разбирать будем. Значит, дальше возвращаемся к портфелю. Следующую акцию смотрим, может опять что-то интересное найдем. NR, дневку, говорю сразу, ничего не вижу внутри дня на пятиминутке. Технически тоже вам технический анализ не подскажу, что здесь происходит. То есть, если мы акцию не покупаем, в чем отличие, допустим, фондового рынка от Форекса? У нас нету 4 основных мэджор, то есть, основных пары. Нету потом миллиарда кроссов, непонятных валют, сочетаний. То есть, в основном 4 пары есть, из которых 2 можно торговать. И мы смотрим на практически идентичные графики, которые ходят либо в корреляции, либо в обратной корреляции, обратно пропорциональной. И тяжело сидеть целый день, ждать точку входа. Поэтому очень часто, очень часто на форумах, я этого очень много вижу, форексовики любят предугадывать с помощью различных линий, косых, горизонтальных, вертикальных уровней поддержки, чисел Fibonacci, осцилляторов, аллигаторов, моментумов и всех остальных индикаторов, что будет дальше. То есть, предугадывать будущее. На фондовом рынке будущее пригадать невозможно. Это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что это и не нужно. Очень знаменитое выражение. Значит, если мы не понимаем, что у нас происходит в акции по дневке по 5 минутки, мы делаем следующую вещь. Мы просто берем и делаем следующее. Следующая дневку. Я немного не понимаю. Тут был некоторый уровень сопротивления. Двойная вершина. Две свечи доджи. То есть, если сейчас предполагать то, что рынок, основные индексы у нас будут все-таки делать шорт, я бы эту акцию на шорт рассматривал бы однозначно. На данный момент, вижу здесь, она смещает все-таки уровень сопротивления. То есть, вот уровень сопротивления один день показалось. Сейчас произошел шорт. Второй день уровень сопротивления. Можно взяться той идеей, что все-таки будут акцию давить ниже. Но на данный момент я в такую информацию не очень верю. 5 минутка более или менее ничего. Акция может ходить. Потенциал движения там 70 центов поинт у нее есть. Можно выписать. Но, честно говоря, точки соприкосновения 24.65 она не очень внушает. Но на всякий случай выпишем. Так, тэкс. 24.65. Это у нас резистанс. Это уровень сопротивления. H&R. Не совсем понял вопроса. Не понимали ли я? Набегу. Ты не смотришь при прогнозе. На бету нет, не смотрю. Насколько идет соотношение сипи и волатильности акции. Там все показатели бета, альфа. Я на эти вещи не смотрю. Я в принципе понимаю, в чем суть этих значений. И мне не нужно видеть это значение в числовом каком-либо выражении. Я и так вижу волатильность по основным индексам. Приблизительно знаю, сколько для индекса. Там 45 пунктов это для него много или мало. 100 пунктов для него это много или мало. Там индекс Dow Jones, к примеру. И смотрю акцию. Как правило, по дневке я определяю тоже ее волатильность. И могу сравнить эти акции. То есть, какая у них бета, я это в голове уже понимаю. Потому что у меня всегда график индекса Dow Jones. Я всегда могу понять, сравнительно с сегодняшним состоянием рынка, с сегодняшними индексами, насколько акция волатильна или не волатильна. И также волатильна ли вообще эта акция сегодня чрезмерно по сравнению с своим обычным состоянием или нет. Поэтому бету как таковое, как число, я не смотрю. Я думаю, что это на глаз можно определить. Это для каких-либо показателей, для каких-либо black bucks, для каких-либо механических торговых сетей. Вот именно конкретное число, оно там нужно. Для дейтрейдеров, в принципе, мы все это на глаз очень хорошо можем сравнивать. Не забивайте себе голову лишним. И так, в принципе, графика, объема, знание сектора, индекса Dow Jones, ленты и котировок. Этого вполне достаточно для того, чтобы деньги зарабатывать. Так, тут похоже на то, что будет формироваться сегодня растянутая свеча. Акция дешевенькая, ниже 10 долларов. Потенциал движения есть около 50 центов у нее при выходе объема, при хороших днях. То есть, не очень-то она волатильная, но с небольшим риском акцию торговать можно. Но, честно говоря, я такие движения люблю не очень. То есть, за целый день прошла 35 центов. И как таковых точек входа, ну, я таких вот явных здесь не видел. То есть, я эту акцию упущу, она мне не очень нравится, она в непонятном положении на дневке. Так, TRW. Ну, TRW тоже первый день short по фьючерсу. Вот у нас был уровень сопротивления. Сколько это у нас? 45.50. Его все-таки продавили наверх. И акция здесь уже больше к возврату готовится. Тоже не совсем понятно. Акция Market Performance. То есть, она у нас по рынку двигается. То есть, мы всегда по рынку определяем, акция свалилась сегодня по рынку или против рынка. В большей степени нам сегодня будут интересны лонги, кстати. Потому что рынок у нас отрицательный. И те акции, которые идут против рынка, они сильнее в своем направлении. Так, MOH. На завтрашний день, в принципе, посмотреть ее можно. Только сейчас ее начали возвращать. Но здесь MOH можно себе записать. В приоритете ее только на завтрашний день я бы смотрел бы. Поэтому здесь запишем MOH и сигнал Daily. То есть, там по Daily был пробит уровень, но был пробит по маркету, по рынку. Поэтому оно, конечно, интересно, но не очень интересно. CMI. CMI здесь идет повышение объема. Тоже в большей степени по рынку. Но до этого здесь два дня неопределенности было. Перед этим выходила она на New High. То есть, на New High нашли у нее уровень сопротивления. Акция где-то потихоньку начинает валиться ниже. Так, смотрим. То есть, 122 доллара здесь удержало. То есть, как уровень поддержки. То есть, CMI, как идею, можно посмотреть. Кто торгует дорогие акции, можно, конечно же, понаблюдать. Значит, CMI 122 это Support Line. Я, как правило, не всегда записываю. Только самые яркие моменты, которые меня интересуют, я записываю в блокнот. Сейчас мы все выписываем, то, что здесь выписываем. Но, как правило, я выписываю самые яркие, которые особенно в ближайшие дни. То есть, акции, которые в приоритете у меня стоят на первом месте. То есть, к примеру, CMI, она довольно-таки импульсивно пошла. И она интересна будет вот завтра. Продолжит она этот день падения или не продолжит. Вот, второй день шарта. То есть, 122 уровень у нее поддержки есть. То есть, все. Если завтра она ничего не будет делать, возможно, я завтра ее уже и выброшу отсюда. Так, SRZ. MTOR. MTOR 8.00. Вот MTOR, я бы оставил бы эту акцию себе на лист. Она сегодня по рынку, конечно, свалилась. Обратите внимание, тоже можете себе записать растянутые зеленые свечи по дневному чарту. Кстати, зеленые свечи растянутые, они на пятиминутке очень хорошо также работают. Именно по внутридневному чарту. Что касаемо дневного чарта, тут технический анализ очень похож. Низ и середина свечи очень часто являются, и вообще тело свечи зеленой, вот растянутой свечи, особенно которая с объемом, очень часто являются хорошими уровнями поддержки, либо сопротивления. Именно зеленая свеча уровнем поддержки. Вот на данный момент чуть-чуть ниже ее продавили, ниже этой свечи, и вот. И отсюда уже акция нашла уровень поддержки. Здесь интересно, эта акция будет в районе 8.00. То есть, если акция будет подниматься выше. То есть, у нее есть потенциал для повышения, она стоила дороже. По тренду ее могут возвращать. Значит, МТОР, это не на завтрашний день, это для рассмотрения, пускай она будет на листе. Цена 8.00, это у нас resistance. Так, WTI. Есть некоторый рейнджик у нас. Не совсем помню сектор. Сектор, если не помните, желательно заходите в Finviz. Здесь можно открыть отдельное окно. Значит, WTI постоянно знал сектор этой акции, тут забыл. Это Oil Gas у нас, Basic Materials. Некоторый рейнджик, но энергетический сектор, я сегодня уже говорил, спекулятивный. Так же, как и финансовый. Его больше надо смотреть по фьючерсу, на сам базовый инструмент, фьючерс на нефть. И по основным рынкам, то есть, как он будет торговаться. То есть, пока немного непонятно, что происходит. PXD, это аналогично у нас нефтянка. Очень похожий чарт. Сегодня хорошая точка входа была от 107. Правда, была она с таким интересным сквизом. До 20 центов. Да, high 21. То есть, вот, минутка. Традиционное, вообще, поведение для нефтяных стаков. Они всех высадят, только потом пойдут. И хороший шорт. Дорогая акция, у нее волатильность достаточно высокая. В принципе, она вот мне интересна. Тоже вот подобная ситуация идет в WTI. WTI, она более дешевая, не такой здесь вот импульс. Мне, допустим, я, честно сказать, торгую такие акции. Часто в них широкие стопы ставлю. Но, в принципе, знаю, где выходить. И если этот рейндж будет проходить, вполне возможно, шорт будет все-таки. PXD я бы себе все-таки тоже записал. Тут растянутая свеча. Пока она без объема, но под конец дня она все-таки может быть. Но по последним трех дням видно, что вообще, в принципе, у нее объем есть. Она на объеме ходит. И она находится на нижней границе данного рейндж. То есть, может пробить ниже. Далее, WNC. Дневка не нравится, пятиминутка не нравится. J.O.Y. По J.O.Y. можно смотреть ее сегодня еще вечером. У нее интересная цена была 76.00. Я так понимаю, ее потихоньку здесь продавили. Волатильность у нее достаточно большая. Все-таки разбивает у нее уровень поддержки. И по дневке она на шорты очень смотрится на то, что будет она все-таки затягивать вот этот фитиль по дневке. Вот он. И по дневке тоже она интересно находится. То есть, тут цена на данный момент 76.00. Сегодня, если мы делаем ресерч и все-таки видим какую-то акцию, никто нам не запрещает ее поторговать. Самое главное, не путать вот этот момент, когда мы, допустим, сели делать ресерч, просмотрели 5 акций, забросили ресерч и начали торговать. У меня очень часто такое было. Могу сказать, что это исправлялось годами. К чему пришел? То есть, надо торговать только определенные формации, действительно явные моменты. И просто-напросто, если мы открываем параллельно сделки, эти сделки должны быть такие, как вот PPO от какой-то базы, либо такие, как вот здесь Joy. То же, когда пробили какой-то уровень, показало, где здесь уровень сопротивления, какая-то точка интересная, от которой можно акцию взять и просто на отдельный чарт ее себе поставить и дальше делать домашнее задание. То есть, спокойные акции, медленные. То есть, тогда можно такими вещами заниматься параллельно. Но очень часто так бывает, что трейдеры садятся делать домашнее задание, просматривают 5 акций, потом нашли какую-то акцию, она забрала у них деньги, они начинают с ней воевать. Итак, эта акция убивает вообще полностью в сегодняшний день в Close Out или в Max Day Loss. И человек встает и уходит пить пиво только из-за того, что настроения уже сидеть нету, деньги забрали, домашнее задание не сделал, рынок фигня и торговать я больше не буду. Так полгода трейдинга, и человек перегорает и отсюда уходит. Это 80% случаев. Поэтому вы должны просто четко знать, что вы делаете и для чего. То есть, поэтому не повторяйте эти ошибки, потому что действительно перегорите и желание трейдить не будет. То есть, вот тут в данный момент, грубо говоря, на демке, если бы вот сравнивать, ближе к 76 где-то поставить лимит, то есть от 76 долларов до 75.90. То есть, в этом диапазоне. И стоп бы я бы уже поставил бы 0.6 центов. 0.6 центов. То есть, все-таки под конец дня эта акция свалиться здесь может. Она... Сразу же сравниваем акцию с 5-ти минуткой доу-джонса. Посмотрите, что здесь происходит. Посмотрите, что происходит по этой акции. То есть, она в своей жизни живет. В данном случае это лучше. То есть, тут от 76 можно было бы ее шортить. Joy я тоже запишу на завтра. В большей степени я бы подписал ее по значению daily. Уже 81. Грубо говоря, на демке мы ее зашортили. 0.6 у нас топ. На отдельный чарт поставили. Сидим, смотрим, что с ней происходит. 80, 75, 80. Ну, потихоньку акция что-то здесь делает. Уже вот 78 на 75. Она очень ходовая. Здесь объем... Так, это не та Joy. Я не то смотрю, не то комментирую. Вот 79 на 83. Акция ходовая. Здесь в таких акциях большой объем просто не нужен. Они могут пройти доллар, могут пройти полтора. Поэтому там на 200 акций можно заработать спокойно там 200-300 долларов. И грузить не рекомендуется. Далее. AGCO. Так, первый день интересного шорта. Объем потихоньку повышается. Так как у нас фьючерс отрицательный. На шорт я бы эту акцию рассматривал бы. Тоже по дейке растянутая свеча. Объем немного повышается. Под конец дня он все-таки будет выше, чем в другие дни. Поэтому AGCO я бы тоже выписал. Довольно-таки интересная пятиминутка. Я достаточно хорошо эту акцию знаю. Можно было бы по дейли ее выписать тоже. Дейли можно подписать еще кэндл. Что свеча там интересная, растянутая. Так, UPL. То, что я сейчас делаю. Сама специфика самого отбора. Мы просмотрели только 24 акции. Потому что все с комментариями, с объяснениями. А так мы просматриваем 900. Просто обычно я делаю это вот с таким вот темпом. Все, что-то интересное увидел. Самое интересное, записываю блокнот. Более-менее такое не очень. Записываю сразу же сюда в сортер. Это происходит очень быстро. И таким способом ресерс тоже делается достаточно быстро. UPL у меня сегодня она была на листе. Я ожидал то, что будет она выходить дальше по дневке. Вот по фьючерсу она все-таки не удержалась. Достаточно слабенькая. Но уровень какой-то здесь нашла на поинт ниже. Но лонг в большей степени она мне интересна. Если будет проходить 25.00. То есть можно записать. У меня она просто уже записана. UPL выше 25.00. Но пока и уровень в принципе здесь. Я не уверен, что его четко будут держать. То есть он такой размытый. Поэтому я уже немного даже сомневаюсь насчет этой акции. Возможно даже уберу ее. Так, CVH. Дневку все видите, да? Один раз в какой период нужно просматривать такое количество акций. Приучите себя изначально делать хотя бы это раз в неделю. На выходные, когда есть время. То есть изначально вы будете это там часа 4-5 делать. Да? Потом у вас появится целый лист из 40-50 акций, которые вы отобрали. Вы не будете знать, что с ним делать. Нужно этот лист потом будет просто еще раз профильтровать и за этими акциями пронаблюдать на протяжении недели. Пошло что-то или не пошло. Потом разобраться в чем дело прошло или не пошло. То есть что не так, почему не пошло. Иногда объяснение будет очень простое. Просто не пошло. Но если вы будете постоянно делать, вы потом сами найдете в чем причина, что не так делаете. На дневке нужно обращать внимание на уровни, на свечи растянутые и на повышение объема. Особенно тогда, когда это совпадает с подходом к какому-либо уровню. Нью-хай акция может. Идея на выходы на нью-хай. Нью-лоу может акция выхода. То, что на рынке, допустим, есть определенные тенденции. Вот определенные формации, которые чаще всего работают. Это тоже очень хороший сигнал для того, чтобы это все делать. Так, шарты больше смотреть не будем. То есть, грубо говоря, просматривать нужно все. Почему? Потому что мы просмотрели в большей степени акции, которые сегодня лузеры. Сейчас просмотрим те, которые гейнеры. Но это уже отбор по сигналам. То есть немного другое. Это мы совместили. В большей степени нас интересовать должны акции, которые могут даже 3 дня простоять. Вообще ничего не делать. Но могут простоять там с повышением объема. То есть там, где еще, эти акции никто не видит. То есть до того, как их увидела толпа. То есть поэтому надо просмотреть весь портфель. Обязательно на следующем занятии я обязательно это просмотрю и покажу самые интересные моменты. Как акции могут ни с того ни с сего по определенному маленькому сигналу уже сдвинуться с места и хорошо пойти. Как правило, я из одной и той же индустрии. Если я знаю, что это за индустрия, очень часто это касается финансового сектора и сектора нефти. Они очень часто. Я просто знаю, какие акции там более или менее неплохо ходят, какие там похуже. Я выбираю либо те, которые технически больше мне нравятся, более четко уровень держат, либо те, которые я знаю, как торгуются по характеру хода. Очень большой момент есть в опыте в рынке. То есть чем дольше вы находитесь в рынке, тем больше вы видели, как акции могут двигаться. Что происходит по принтам, котировкам. То есть у вас пока этого нету и пока вы это все будете набивать себе, то есть эти шишки, вы должны все это делать более безболезненно. То есть не должны делать те вещи, которые будут вас убивать. Должны делать те вещи, которые вас будут наоборот закалять. Никуда бежать, прыгать как бы не нужно. Спешить, все нужно делать постепенно. То есть выписывать акции из одной индустрии все однозначно не нужно. Нужно просто знать, что вот эта акция, одну-две можно выписать и за ними в большей степени наблюдать. В течение недели, вот если рынок такой, как вчера, что вам помешает сделать отбор? Просмотреть, к примеру, 400-500 акций. Как это нужно делать? Просмотрели 100 акций, пошли, потянулись, выпили чай, там что-то другое поделали, сели, еще 100 акций просмотрели. Со временем будете уже не 100 просматривать быстро, а 200. Таким способом за 2, за 3, за 4 подходика вы просто за день просмотрите. Не обязательно все просмотреть. Можете половину, если уже отобрали себе достаточное количество акций, зачем делать что-то дальше. Вы все равно будете большинство пропускать. Это однозначно. Вам самое главное в день 1, 2, 3, 4, 5 хороших сделок сделать. Достаточно 1 и 2, которые пройдут 50 центов в поинт, для того, чтобы у вас день был положительный как минимум. Достаточно 2 сделать хорошие сделки, для того, чтобы у вас соотношение положительного дня к отрицательному было в соотношении 1 к 3, 1 к 4. По поводу рисков, по поводу риск-менеджмента, money-менеджмента, будем говорить немного попозже. Сейчас буквально десяток акций с лонгов. Они нам сейчас интересны, в принципе, по рынку. До WDC начнем и до SLCA. И после этого уже будем смотреть другие. Что можно сказать про WDC? Тут сразу же... Реально ли сейчас находить движение со стопом в 2-3 цента? Все зависит от ситуации. Всегда реально найти движение со стопом в 2-3 цента, если потенциал есть 10-15. Можете в более низкую ценовую диапазон спуститься от 5 до 20 долларов и спокойно найти такие акции. Как правило, в таких акциях заходят объемом уже не 500 акций, а там 1000, 2, 3, 4, 5 и так далее и больше. WDC. Что можно сказать по сегодняшнему дню по этой акции? Dow Jones все видели и 5-минутку, и дневку. Смотрите сейчас на WDC, что можно по ней сказать. Свеча растянута, в хай закрывается на данный момент. У нас час до закрытия рынка. От уровня отскочила. Как такового уровня в принципе не было. Просто сегодня 38.80 на падающем рынке акция полчасика отстаивалась. Вот эти моменты, если вы где-то замечаете, это очень классный момент, потому что акция однозначно из такого рейнджика. Как только рынок немного успокоится и развернется наверх, был рынок вначале падал вниз, акция есть большая вероятность на лонг пойдет. Что она и сделала? Объем, во-первых, ну объем еще не так сильно, не так далеко от New High находится, и оттуда отойти не может. То есть, скорее всего, наверное, она и выйдет на New High. Факт в том, что сегодня свеча у нее растянутая. Объемчик по тренду наверх он был у нее. Точки входа у нее хорошие были сегодня. Был пробойчик у нее сегодня тоже отлично, где уровень сопротивления, я по 5 минутке это вижу, уровень сопротивления поменялся на уровень поддержки. Это самый хороший пробой, который только может быть. Не такой уж четкий он был, этот уровень поддержки, но все-таки дали понять, что это стандартный пробой. Акция сделала тот откат, который позволительно. После пробоя откатила, даже не доходя до 96 центов. Это очень классный откат после пробоя, такое часто бывает. Многие просто кроются. Закрывают позиции. Значит, и акция отсюда все-таки прошла. Потенциал не выполнила, в принципе, но сколько уже можно. Она и так очень хорошо вверх прошла. Поднивки положения интересны. То есть, WDC однозначно можно записать. Я уже в Excel файлик записывать не буду. Это устно объяснил. Далее, ARO. Долго акция страдала. Сегодня тоже пошла против рынка. И тоже есть вероятность, что дальше будет выходить на New High. То есть, можно ARO. Если по пятиминутке вам нравится, тоже можно выписать. Мне просто пятиминутка и вообще сама эта акция не очень, честно говоря. Поэтому я ее не выписываю. Так, Goldman Sachs. Это у нас банк. Банки я и так постоянно за ними сейчас слежу. Поэтому я не выписываю. NLSN. Растянутая свеча. Вчерашний день. Сегодня могла бы быть она на листе у вас. Если бы... Ее можно было бы не только по общему ресерчу найти, но еще по определенным сигналам можно было найти. На завтрашний день, честно говоря, даже не знаю, куда ее смотреть. Я бы отобрал бы... Я бы назвал бы по сигналу волатильность. На лонг бы точно уже не знаю. На шорт тоже не знаю, сколько она может пройти. Внутри дня так себе. Если бы выписывал бы, написал бы просто так волатильность. И только на завтрашний день бы за ней посмотрел бы. Потом бы выбросил бы с листа. Далее. AL. Более интересно. Есть базочки. Более технически ходит. Здесь интересная daily выше 25.00. Тоже потенциал до new high у нее более или менее есть. CHS. Gap up. Очень серьезный левел от 15.00. На отрицательном фьючерсе акция выходит выше. CHS. Дневка. Я бы записал. И записал бы то, что она сильнее рынка. FXCM. Тут на new high вышло. Не совсем понятный чарт. WMB. Тут идет закрытие гэпа по дневке глобальное. Сейчас ее так неплохо встрельнули. бывает неплохо акция ходит. Есть у нее сегодня идеальная консолидация. Технический момент. Здесь сегодня был. Это консолидация. Так. Где этот момент? Не могу найти. Что это вообще было такое? А, это был у нас премаркет. Все. Не обращаем внимания. Это до открытия рынка было. Ну, внутри дня так себе. Она двигается. Тоже. Только завтра бы посмотрел. Но не уверен я в ней. ESI. Это у нас educational. Сектор довольно-таки непростой. Точку входа. Говорите мне, у акции ECI. Точку входа сегодня идеальную. Посмотрите. У себя на чартах. У меня на чарте. У кого есть. Где здесь идеальная точка входа была? И почему? Объяснение. Краткое объяснение. Вот я покажу сразу же подсказку. Еще вчерашний день показываю. Вчерашний день показываю. 66.50 подсказывают. Точка входа. 65.00. 65.00. Совершенно верно. Тренды как основного не было. Подневки. Акцию вчера немного вернули. И здесь показали уровень поддержки. Его держали-держали. Все-таки пробили. Но все-таки. Сегодня фьючерс минус 8. Акция открывается ниже. И возвращается обратно в этот уровень, который вчера пытались держать. Это еще и ценовая фигура. Это еще и уровень поддержки против рынка. Акция показывает где стоп. Акция дает зайти достаточно длительное время. На 5 минутки. И потенциал просто немеренный. То есть акция 2 поинта спокойно себе идет. Можно было бы частями на откатах акцию сбрасывать. И всем объемом досидеть до конца. То есть очень отличный момент. Есть акция DV в этом же секторе. Она может быть немного поспокойной. Но она сегодня вообще ничего не сделала. Завтра ECI по сигналам. Я бы просто посмотрел. Ее почему-то начали покупать. И DV параллельно. И так как ее вчера пока еще не подняли. Ее могут... Ага. Они по очереди. Одну... Один день закупают. ECI на месте стояла. Теперь это отстоялось. А сегодня ECI прошла. То есть их там потихоньку. Чтобы сильно не светить. Институционалы не любят не показывать. Там и лоты скрывают. И бывают движения. Делают не очень сильные. Так. Далее. Что у нас тут? RLJ. Растянутая свеча. Дневка. Пробой уровня сопротивления. Ну тут конечно 5 минутка на любителя. Ну это я так смеюсь на любителя. Отвратительная на самом деле. Очень тонкая. Немного непонятно. Не знаю даже почему она на лист. Средний объем. Все таки посчитала. Что больше 300 есть. Я бы исключил бы. Я бы по объему бы не брал бы. Так. OMX. Не очень мне нравится цена. И движение. Отличный момент. Уровень сопротивления меняется на уровень поддержки. Дневка очень интересная. У акции LCC. Это у нас Airways. Это у нас авиалиния. Также в секторе находятся LK. CL. Многие другие компании. CL по-моему уже нету. Если я не ошибаюсь. Ее по-моему поглотили. Да. CL уже нету. Значит 740. Вот цена отличная была. И она потенциал полностью хорошо выполнила. От данной точки входа. Дневка достаточно интересная. Может быть как отбой отсюда. Так и продолжение. LCC можно выписывать. HGG. 12.00. Цена поднявки интересная. Я ее забракую по 5 минутке. Мне такое не нравится. Тиффани. Это сегодняшняя новость. Тиффани можно поставить. Посмотреть. Тоже были сегодня точки входа у нее. Но акция очень опасная. Очень волатильная. Она в большей степени как золото торгуется. Это тоже. Jewelry. Это у нас ювелирные изделия. Кто знает. Поэтому. Она довольно тяжелая по ходу. Как золото торгуются. Поэтому. Тяжело ее торговать. И. SLSA. Такая же как и акция. YELP. YELP. Это недавние IPOшники. Которые повыходили. Они пока. Ну вообще сам по себе. Немного стремноватые они. Поэтому с ними будьте аккуратней. Они могут все что угодно. Творить. Особого внимания я бы им. Лучше торгуйте стандарты. То есть я бы эту акцию тоже не выписал. Так. Третью акцию в этом секторе. Это имеется ввиду про ESI EDV. Вопрос. Или что. Там и пола есть еще третья акция. Эпола. APOL. Она на нас таки торгуется. Их не так много. Educational сектор. Он очень небольшой. Значит в принципе сама тематика. Сегодня общий отбор. Суть вы поняли. То есть основной отбор у нас дневка. Просмотрели мы не так много акций. Потому что было много объяснений. Параллельно с техническим анализом. И составили определенный портфель. Определенный портфель просматривается. Еще раз. Ставится приоритет. Что у нас с растянутыми свечами. Такое вот более резкое. С выходами объема. Это у нас приоритет на завтрашний день. На утреннюю там торговлю. Вообще на завтрашний день. Все что где-то там где-то далеко находится. Какой-то левел там долгое время. Обратно стремится к нему подойти. Это мы сбрасываем на старые. На долгие времена. То есть мы можем посмотреть. Есть ли желание у этой акции подходить к этим старым уровням. Или нет. Если есть. То от этого уровня можно обратно ее подобрать. Либо же будет пробой. Таким способом мы расставляем приоритет. Но об этом мы еще раз сделаем общий. Уже не только общий ресерч. Но еще ресерч по сигналам. И больше поработаем уже с тем портфелем. Вот этот портфель. С этими акциями. Желательно его никуда себе не удаляйте. То есть пускай он у вас будет. И просто мы понаблюдаем. Потом что мы позаписывали. Что эти акции будут делать. И в чате обязательно. По этим акциям. Желательно завтрашнего дня. Начинать более активно писать. И так мы будем делать на протяжении всего обучения. То есть чтобы оно у нас было максимум практическое. Тогда мы будем в принципе понимать суть того что происходит. Даже на таком рынке как сейчас. То есть довольно таки он ненормальный. Но все равно зарабатывать деньги на нем можно. Значит что касаемо видео. Сейчас буду прекращать я запись. Прошу помощи по поводу куда сбросить на файлообменник. И куда залить мне вам видео. Чтобы я сбросил вам ссылку на видео первое. Пока у меня будет сейчас конвертироваться. Видео сегодняшнее. Поэтому в чате у кого есть опыт с этими файлообменниками. Со всеми вещами. Так. Народ.ру. Highfolder.ru. Сейчас посмотрим. Там регистрация нужна. US.UA Регистрация не нужна. Файл с mail.ru. Я понял. Объем. Сейчас расскажу сколько видео будет занимать. Одну секунду. Так. Видео занимает 451 метр. Ну депозит я знаю. Но там по-моему. Так. Ребята. Прошу помощи. Кто поможет. Я по скайпу просто сброшу. Самое видео. Кто поможет залить. Потому что я не запутался по этому всему. Потому что у меня везде эти регистрации. Эти вещи. Так. Давайте я сброшу. Давай Юри. У нас сразу два Юрия. 14 номер регистрации Юрий был первый. Поэтому я сейчас сброшу видео. Все. Спасибо.